здравствуйте дорогие друзья и гости канала с вами элеонора гид в праге приглашаю вас вместе со мной отправиться на день открытых дверей на мэйсонской мануфактуре и посмотреть как создаются фарфоровые шедевры мэйсонская мануфактура это старейший в европе фарфоровый завод который находится в городе мэйсон в германии мы уже въезжаем в город и вот такой городской пейзаж за окном на высоком холме видна крепость альбрехсбург построенная во второй половине 15 столетия в качестве резиденции правителей саксонии мэйсон в то время был столицей саксонии последним представителем династии витинов правившим из мэйсона был георг бородатый кстати матушка георга была дочкой чешского короля так что он был наполовину чех а прозвище бородатый получил потому что перестал стричь бороду после смерти жены вот такое нежное сердце видимо имел потом столицу саксонии перенесли в дрезден а спустя 200 лет в эпоху правления курфюрста саксонии августа сильного в крепости альбрехсбург будет открыта первая в европе фарфоровая фабрика в 1864 году фабрика переехала в район мэйсона требешталь в новое фабричное здание где находится и поныне с тех пор и по сей день весь процесс создания фарфоровых изделий производится исключительно только вручную а предприятие принадлежит федеральной земле саксония входной билет в демонстрационные залы и музей стоит 9 евро и мы попадаем внутрь здесь также есть магазин в котором можно видеть различные предметы на продажу цены конечно да но красота неземная вы только посмотрите на эти статуэтки чашки чайники с какой любовью и трудом все это создается я вам покажу чуть позже а пока просто давайте насладимся изяществом и роскошью мэйсона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 практическая подготовка такого мастера занимает в целом 3,5 года. Далее следует обжиг и роспись изделия. После первого обжига при температуре 950 градусов получается бисквитный фарфор. Под воздействием обжига объем изделия уменьшается на 1,6. Бисквитный фарфор достаточно пористый, и краска мгновенно впитывается, поэтому от художника требуется предельная точность каждого мазка. Ошибку нельзя исправить или стереть, поэтому до росписи мастер по трафарету наносит точечную разметку узора. Такую роспись называют подглазурная. Знаменитый луковичный узор и фирменный знак в виде скрещенных мечей выполняется именно подглазурной росписью кобальтовой краской. В процессе росписи кобальтовая краска имеет невзрачный серо-зеленый оттенок. Когда же расписанное изделие погружают в глазурь, узор вообще полностью исчезает под молочно-белым слоем. После обжига при температуре 1450 градусов орнамент проявляется и приобретает классический ярко-синий цвет, а изделие начинает блестеть. Подглазурная роспись особенно долговечна, поскольку защищена сверху глазурью. В этом зале мы с вами видим, как выполняется надглазурная роспись фарфора. Надглазурные краски наносят после второго обжига на глазурованный фарфор или его еще называют белье. В отличие от подглазурной росписи, мастер располагает более широкой палитрой красок и к тому же в случае ошибки может что-то исправить. Рецепты красок, которыми расписывают изделия и сегодня хранят в строжайшем секрете. Так как это полностью ручной труд, то не бывает двух абсолютно одинаковых изделий. После завершения росписи изделие вновь обжигается и краски раскрываются во всем своем блеске. Изделие приобретает окончательный вид. Краски, как и в первом случае, тоже меняют свой цвет. Например, коричневый цвет розы после обжига становится нежно-розовым. Золото до обжига вообще выглядит черным. На этом знакомство с процессом изготовления фарфоровых изделий заканчивается и можно идти в музей при фабрике, чтобы любоваться прекрасной работой мастеров. Однако это будет в отдельном видео. А закончить я хочу, показав вам шедевр или венец мастерства местных кудесников. Эта фигура называется статуя свободы Саксонии или просто Саксония. Высота Саксонии метр восемьдесят, вес 800 килограммов. Она считается самой большой скульптурой из фарфора в мире. В 2014 году ее смоделировал Йорк Даниэльчик, главный скульптор и руководитель художественного отдела на мануфактуре. Платья Саксонии украшают восемь тысяч фарфоровых цветов калины сорта Бульденеш или Снежный шар. Это один из самых известных декоров фабрики, созданный в 18 веке другим известным скульптором Иоганном Кендлером. Каждый фарфоровый цветок лепится только вручную. Вазы, посуда и предметы интерьера, декорированные фарфоровыми цветами калины, служили, как правило, дипломатическими подарками и заказывались богатыми дворянами для украшения своих дворцов. После соединения всего этого невообразимого количества деталей понадобилось целых три недели только для того, чтобы обжечь статую в печи. Этот момент ожидания был самым мучительным, ведь до последнего дня никто не был уверен, что не произойдет деформации фигуры и она сможет предстать перед публикой. Статуя стала подарком от фабрики для федеральной земли Саксония. Спасибо за просмотр! Если видео вам понравилось, дайте знать лайком или комментарием. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы можете, например, задать мне вопрос и я оперативно ответить. Ссылка на телеграм-канал в описании. Желаю вам всего наилучшего и до встречи в новом видео!